Федеральная трасса Р-256. За сутки здесь проезжает около 10 тысяч автомобилей. Ремонтные работы здесь начались еще в прошлом году. В этом бригада ДСУ-4 отремонтировала еще 10 километров. В этом году Чуйскому тракту 95 лет. Эта магистраль неформальна, только по критериям является федеральной. Но она сегодня действительно дорога значения общенационального. Сегодня Чуйский тракт связывает нашу страну с соседним государством, Монголией. В этом году дорожники проделали грандиозную работу. Осталось совсем немного. Продолжается реконструкция стратегически важных направлений. От Барнаула до Камня-Нааби и границы Новосибирской области. А также направление Алтай-Кузбасс. Мы с 2017 года приступили к дороге от Крутихи в сторону республики Казахстан, которая через Славгород. И идем по ней ремонтами. Это только начало. Самое 200 километров впереди еще. Над ремонтом одного километра работает до 30 служб. В том числе энергетики и телефонисты. Специалисты проводят измерения, делают вырубки образцов дорожного покрытия. А вот строительные материалы закупают весной. Щебень добывает на 20 карьерах края. Контроль идет на каждом этапе. С заводов отбирается асфальтобетонная смесь. Приносят сюда в лабораторию. Здесь она формуется. И потом уже начинаются все виды испытаний. То есть водонасыщение, плотность асфальтов. Дорожники отвечают еще и за мосты. Их в крае 850. В этом году ремонтируют 28 переправ. Одна из них в Краснощоковском районе. Этот объект входит в туристический маршрут Большое золотое кольцо Алтая. А вот еще один сложный мост через реку Аллей. Он соединит два поселка. Построенный мост будет соответствовать современным характеристикам. В первую очередь, это безопасность будет движения осуществляться. Во-вторых, это нагрузки возрастут. Гораздо возрастут по сравнению с существующим мостом. Большую работу провели и в Барнауле. По федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» завершается ремонт 33 улиц. В том числе самых оживленных. Проспекта Красноарамейского, улицы Молодежной и Балтийской. На ремонт выделили почти полтора миллиарда рублей. Завершается реконструкция на улице Матросова. Готовность 90%. И уже есть план работ на следующий год. Основная задача, конечно, это два индикатора. Это приведение в норматив. Улиц, уличнодорожные у нас в составе агломерации 1217 километров. Соответственно, начинали мы с 44% в нормативе, все остальное. За этот год удалось поднять эту цифру до 54, хотя задача эта ставилась на два года. Завершается ремонт на двух федеральных трассах и на трех региональных дорогах. Идет подготовка и к ремонту следующего года. Только по программе безопасной и качественной дороги из всех бюджетов поступит более полутора миллиардов рублей. Что касается масштабов региональной дорожной компании, то объема работ и средств вряд ли будет меньше, чем в этом году. Дмитрий Бутков, Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...